Надежда Султанхан. Мамин хвостик. Часть третья. Было совсем темно, когда курочка привела с собой мышонка в сарай. Там ее ждали цыплятки и папа петух. У петуха был роскошный разноцветный хвост. В полумраке он переливался, и мышонок, не отрываясь, смотрел на него, не замечая, как цыплята всполошились и собрались вокруг него. Ко-ко! Кто-кто-кто это? спросил петух курицу. Это мышонок, и он потерял маму, сказала курочка. Потерял? Как потерял? Где потерял? Почему потерял? Перебивая друг друга, стали щебетать цыплята. Ко-ко-ко! Кому тут пора спать? прокудахтала курочка. Ко-ко! Комочками укладываемся, прячем клювик в крылышко, и спокойной ночи скомандовал папа петух, и цыплятки послушно стали устраиваться на мягкой теплой соломе. Ах, ты, наверное, проголодался, всполошилась курочка. Она угостила мышонка пшеном и водичкой. Иди ко мне под крыло, тут тепло и безопасно, предложила курочка, и мышонок с удовольствием согласился. Он так устал и столько пережил за день, что уснул, как только закрыл глаза. Ку-ка-реку! 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 Папа петух запел, как только солнышко показалось на горизонте. Он был очень ответственным петухом, но раз в неделю почему-то хозяин запускал в него тапком из окна на его ку-ка-реку. Он не знал, что бывают выходные дни, но точно понял, что в этот день нужно петь ку-ка-реку только один раз. А мышонок еще ни разу не просыпался так рано. От петушиного ку-ка-реку он подскочил вверх, как фонтанчик, на лету проснулся и, приземлившись снова на солому, две минуты соображал, где он находится. «Как же я хочу к маме!» — вздохнул он горестно. «Мама, меня всегда ласково будет по утрам. Мышоночек, просыпайся! А тут ку-ка-реку какой-то!» «А с кем ты разговариваешь?» — спросил утенок, стоявший посреди сарая. «Я сам с собой разговариваю. Я маму потерял». И мышонку захотелось снова заплакать. «А я и не знаю, где моя мама!» — вдруг сказал утенок. «Как это удивился мышонок!» «А вот так! Когда я был еще яйцом, меня высидела курочка-насетка. А когда я появился, она увидела, что я утенок. Но она не бросила меня, а вырастила вместе с цыплятами. Она моя мама. Только я не цыпленок, а утенок. А мое яйцо просто перепуталось». «Ну ничего себе! Я и не знал, что такое бывает!» — задумался мышонок. Тут в сарай вбежала курочка, растопырив крылья и запыхавшись, затараторила. «Ко-ко-ко-ко-козлику!» — вчера на базаре повстречалась мышка. Она плакала и искала сыночка. «Моя мама!» — вскрытнул мышонок. «Да-да, так вот, ко-ко-козлик очень любопытный, но расспросил мышки, где она живет. Она сказала, что возле большой башни. «Ура!» — обрадовался мышонок. «Ну рано радоваться!» — сказала курочка. «Да, мы живем прямо под башней!» — подтвердил мышонок. Тетя-лошадь знает, где это место. Как раз сегодня она едет в ту сторону. Лошадка повезет овощи в телеге, и она согласилась тебе помочь. «Пойдем скорее!» — сказала курочка. С вами была Анна Куркова. Продолжение следует.